На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами – «Затемнение». Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись «Лекция Ирины Кулик» из цикла «Несимметричное подобие в музее «Гараж». Отто Дикс, братья Чепман. Часть первая. Добрый вечер. Я, наверное, ещё добавлю, что сегодняшняя лекция – это, наверное, 18+, потому что оба три наших героя сегодняшних, которых я объединяла, это, наверное, художники, которых роднит то, что они исследуют сами возможности искусства шокировать. Первый наш герой – Отто Дикс, немецкий художник, представитель новой вещественности или второй волны немецкого экспрессионизма, работавший в основном в период между двумя войнами, Первой мировой, Второй мировой. И герой второй половины нашей лекции – современные английские художники, братья Чепманы, чья прославившаяся в 90-е годы, принадлежащая к генерации так называемых молодых британских художников, генерации той же генерации, что и Дэмиан Хёрст, Трэй Семен, Сара Лукас, и художники, прославившиеся в основном после выставки с говорящим названием «Сенсация», то есть это художники, исследующие природу искусства как «Сенсация», опять-таки, исследующие природу искусства как «Шока». И то, почему этих художников мне захотелось объединить, потому что там несколько причин. Одна, наверное, наиболее очевидная – это то, что, наверное, можно сказать, что и Отто Дикс, и братья Чепманы работают с сюжетами очень старыми, очень традиционными для искусства, на самом деле. Это сюжет, который можно назвать «Пляски смерти». И вот эта макабрическая и гротескная природа их сюжетов – это, конечно, то, что их объединяет, на первый взгляд. И вторая история, которая не столь очевидна, но которая тоже, мне кажется, очень интересна, и мне кажется, что это то, что связывает этих художников совершенно разных эпох, разных культур, разных стран, – это то, что и Отто Дикс, это то, что его, наверное, отличает от многих его современников и художников, которых мы обычно ставим в один ряд с ним, например, Георга Гросса, о котором мы говорили на одной из предыдущих лекций, и братья Чепманы, что опять-таки ставит их немножко особняком в генерации молодых британских художников. Это художники, которые во многом исследуют, обращены, что не очень очевидно в случае, к исследованию классической традиции в искусстве и к тому, чем же на самом деле эта классическая традиция является сегодня и чем она была всегда. Какие мифы, какие предрассудки восприятия у нас существуют по отношению к вот этой самой высокой традиции. И вот это, причем, как мы увидим, и Отто Дикс, и братья Чепманы в этом самом исследовании традиции, насколько высокая традиция – это что-то безопасное и безоблачное, по определению, насколько можно об этом говорить, обращаются в том числе к одному и тому же художнику. И у Отто Дикса, и у братьев Чепманов будут вариации на тему ужасов военной Гои. И вот эта точка пересечения может быть то, что действительно это очень несимметричное сравнение, как мне кажется, все-таки делает возможным и оправданным. Отто Дикс – немецкий художник, родившийся в конце XX века и попавший в поколение, отмеченное прежде всего Первой мировой войной. Он из пролетарской семьи, поэтому с юности, сразу понявший, что он будет художником и только художником, жил он долгое время, с начала своей карьеры он жил в городе Дрездене и, как считается, был завсегдатым Дрезденской галереей, естественно. И его интерес к старым мастерам виден в том числе и поэтому ему одному из самых первых его автопортретов, автопортрет, который сделан в 1912 году, автопортрет, который копирует позу и копирует этот цветок в руке, копирует один из автопортретов Дюрера. Картина-автопортрет Отто Дикса, 1912 год. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. На голубом фоне стоит вытянутая почти во всю высоту картины фигура художника, изображённого по пояс. Он повёрнут в полоборота. У мужчины треугольное лицо, прямой нос и высокий лоб. Серые глаза широко посажены. У него чёрные короткие волосы, остриженные под горшок. Губы сомкнуты, брови нахмурены. Левая рука художника опущена вниз, правая согнута в локте. В правой руке художник держит одну розовую гвоздику. На нём коричневая рубашка. Картина написана реалистично, аккуратными незаметными глазом-мазками. Поза художника скованная, что отсылает к старинным портретам. У Отто Дикса будет достаточно... Это один из художников, который оставил огромное... Так же, как и одна из ранних его вещей, отсылает, опять-таки, к классическому... К классической теме искусства, теме Ваннитос, «Четы всего сущего», вот этим барочным, несурможным с черепами. И эта тема Ваннитос также будет одним из его постоянных сюжетов. Достаточно быстро он открывает для себя в том числе и модернизм того времени. Вот такой восход сделан вскоре после того, как он увидел выставку Ван Гога, которая проходила в Германии в это время. Картина Отто Дикса «Восход», 1913 год. Прямоугольный холст ориентирован горизонтально. Картина написана крупными грубыми мазками. Отдельные объекты как будто смешиваются, перетекают друг в друга. Перед нами ранний весенний пейзаж. На переднем плане изображено заснеженное поле, на заднем плане — лес. Половину картины занимает небо. Заснеженное поле изображено волнообразными бело-серыми мазками. Из правого нижнего угла в центр картины тянется стая черных птиц. Птицы вторят ритму снежных волн, из которых состоит поле. Черные деревья вдали имеют шипообразную форму. Птицы, черные части поля и деревья являются яркими черными акцентами. Сверху, в центре неба, мы видим как будто бы взрыв из желтых и черных искр. Это Солнце. Солнце представляет собой круг и отходящие от него в разные стороны лучи. От Солнца в разные стороны идут темно-серые клубящиеся облака, которые заполняют почти все пространство неба. Сквозь облака проглядывает желто-зеленое небо. И первые его опыты – это опыты, связанные с немецким экспрессионизмом. И буквально следующий его автопортрет – это автопортрет уже абсолютно другого персонажа, автопортрет сделан и в другой оптике, в другом представлении о том, что такое я и как себя надо репрезентировать. Вообще у Дикса будет, как мы видим, одно из рекордных количеств автопортретов. Может быть, столько же много, абсолютно разных. Может быть, так же много автопортретов было только у Эгона Шилли, о котором мы говорили, тоже у австрийского экспрессиониста, примерно того же поколения, той же генерации. Но если для Шилли практика автопортретов – это исследование себя и попытка изменить язык искусства, изменить язык живописи и графики, чтобы сделать его наиболее адекватным инструментом вот этого почти экзагибиционистского исследования себя, самокопания, саморепрезентации, то у Уотта Дикса, скорее, все его автопортреты – это попытка пересказать себя разными языками искусства, примерить на себя роли, самые различные репрезентации, какие существовали в то время в истории искусства. Что такое я как старинный художник, я как классический художник, я как автопортрет в стиле молодого дюрера, что такое экзистенциальный экспрессионистский персонаж, что такое вот такая гротескная фигура кукурильщика, которая возникает в следующем автопортрете 2013 года, и что такое различные ролевые, что такое различные стили художественные, которые он проходит, как различные ролевые модели, как различные маски, как различные стратегии, которые он примеряет. Поэтому, видимо, ни один из его автопортретов не является именно автопортретом, каждый из его автопортретов – это какая-то роль. И так же, как и такими ролями, так у серии автопортретов стали автопортреты, которые он пишет во время Первой мировой войны. На Первую мировую войну он отправляется добровольцем, И в отличие от… Не потому что он был очень патриотически или милитаристически настроен, а потому что он считал, что как художник он должен увидеть это. Он должен это пройти, чтобы это увидеть. Дикс считал себя художником-реалистом. И то, что ему нравилось в классической традиции, в тех картинах, которые он смотрел, в Дрезденской галерее в том числе, он себя отождествлял прежде всего с традицией немецкой, с традицией Северного Возрождения, а не высокого итальянского Ренессанса. Потому что именно традиция Северного Возрождения, как он считал, была традицией реалистической, традицией жадного реализма, когда образ реальности не идеализируется, не ищется какая-то идеальная гармония. А есть вот это жадное внимание ко всем деталям, вне зависимости от того, красивые они или отталкивающие. То, что есть у Дерерра, то, что есть у Грюнвальда, то, что есть именно в немецком, отчасти в ламанском, нидерландском Северном Возрождении. И поэтому он идет, когда он отправляется воевать, он отправляется, видимо, из вот этого самого чувства долга художника-реалиста, который должен увидеть самое страшное, самый вот этот огромный катаклизм, который происходит на его глазах. А во время, как бы, и он проходит всю эту войну до конца, в отличие от, например, Гротца, который, помните, как мы когда о нем рассказывали, который там чуть ли не в первые месяцы у него случаются нервные срывы, его демобилизируют, потому что у него проблемы с психикой. Дикс был, как бы, и то, что, как бы, Дикс, вот его работы, сделанные во время войны, это как раз его исследование, что такое я на войне, что такое художник, как воин. И вот эти два, как бы, автопортреты его, как солдата, автопортрет со шлемом, это рисунки, да, сделанные, это два оборота одного и того же листа. Кто я такой? Перед нами два автопортрета художника Отто Дикса. Они написаны на двух сторонах одного и того же вертикально ориентированного холста. Первый автопортрет в качестве солдата. 1914 год. Погрудный портрет мужчины. Он повернут в пол оборота спиной. Цвета темные и насыщенные. Мужчина лыс. Шея выглядит крепкой и сильной, на ней много складок, поскольку мужчина повернул голову в сторону левого плеча. На плечах у мужчины ярко-красный плащ или кофта. Цвет лица почти чёрный, поскольку на лицо падает тень. У мужчины угловатые черты лица, в полы и щёки. Лицо написано крупными быстрыми мазками, за счёт чего изображение кажется динамичным и почти осязаемым. Глаза ярко выделяются двумя белыми пятнами. Разглядеть зрачки невозможно. Глаза словно сверкают на фоне тёмного лица, за счёт чего взгляд кажется пронзительным, а выражение лица почти пугающим. Правая половина листа оставлена белой. Возле лица фон покрыт резкими, экспрессивными мазками красного, тёмно-синего и чёрного цветов. Вторая картина — это автопортрет в шлеме артиллериста. 1914 год. Картина почти полностью выполнена в чёрном цвете. Перед нами погрудный портрет мужчины в шлеме и форме артиллериста. Его фигуру окружает чёрное пятно краски, наложенное на бежевый фон. Лицо мужчины наполовину скрыто козырьком шлема. Шлем чёрный. На макушке шлем украшает золотой шарик. На лбу золотом блестит восьмиконечная звезда. У основания козырька слева направо тянется золотая цепочка. Цвет лица мужчины тёмно-синий. Щёки олеют румянцем. Мужчина одет в чёрный китель с красным воротником, красными погонами и золотыми пуговицами. Глаза также обозначены белыми пятнами и кажутся пустыми. Работа выполнена в той же экспрессивной манере, что и предыдущая. Кто я такой? Кем я могу быть на этой войне? И следующий автопортрет в образе Марса, написанный уже в оптике даже не... Ещё один новый язык возникает. Это уже не язык немецкого экспрессионизма классического, это язык итальянского футуризма. С его как раз вот этой милитаристической направленностью, которая там была. Ещё один автопортрет в образе санитара. И всё время эти автопортреты тоже вполне возможно аллегорическая фигура этого умирающего воина, который тоже ещё один из вариантов самоидентификации. То есть все его работы, сделанные во время войны и после войны, это работы, которые... Исследование себя, исследование вот этого вот пространства войны, траншеи взорванного, перерытого, разорванного мира, который он создаёт во время войны всю войну. Он рисует всю войну, ведёт дневники и пишет письма. Причём пишет он эти письма своей подруге. Он пишет ей на эсперанто. Он пишет ей на неком нейтральном языке, который не язык одной из враждующих сторон. И такой же как бы язык нейтральный, язык таким же другим эсперантом оказываются вот эти самые различные языки живописи модернистской, которые он пробует, чтобы представить войну. А после войны вот ещё один автопортрет и как бы ещё одни поиски языка. Языка на этот раз позднеэксперсионистского и модернистского с самыми разными вариантами вот этой раздробленной реальности. Это, конечно, проба пера, потому что это не тот язык, который прославит Дикса, который сделает его ещё такие ученические работы, где уже какие-то его сюжеты появляются, появляется образ вот такого странного, странной репрезентации женского тела, который может быть почти ландшафтом, почти космической силой, но может быть и отчётливым, и очень похожие работы, очень рядом сделанные. Картина Отто Дикса «Женщина-Луна. 1919 год. Квадратный холст». Изображение стремится к абстракции, все объекты словно распадаются на геометрические фигуры. В работе преобладает синий и белый цвета. В центре находится гигантская, относительно других объектов, женская фигура. Её силуэт образован соединёнными между собой объёмными шарообразными и овальными формами. Голова женщины имеет форму шара. Вместо глаз – миндалевидные прорези жёлтого цвета, вместо рта – красный овал. На её голове лежит венок из цветов. Руки составлены из овалов и шаров, они подняты вверх. Шарообразные груди – одна выше другой, размером с её голову. Живот – самый большой шар в композиции её тела. Слева и справа, а также под ногами женщины, разноцветные сказочные домики. Кажется, что зритель смотрит с земли на парящую в небе гигантскую фигуру. Ну, может быть, я чуть ли абсолютно манекеном и сломанной куклой. И вот этот образ сломанного тела, манекена – это тот, это тот, один из образов, один из сюжетов ключевых, да, для искусства того времени. Это манекены и автоматы у Декирика, это манекены и автоматы, которые появляются у сюрреалистов чуть попозже. И вот именно этот стиль, такой образ, такая репрезентация человека возникает в работах 20-х годов, работа, которая, наверное, один из самых знаменитых работ от Эдикса – это работа, которая представляет жертвы этой самой Первой мировой войны. Первой мировой войны, которая в связи с изменением боевой техники породила такое количество увечий и такое количество коллег, как ни одна предыдущая война. И породила, соответственно, абсолютно другое представление о том, чем может быть человек и до какой степени человек продолжает быть человеком, даже если у него уже там нет рук-ног, если он наполовину состоит из протезов, если у него абсолютно искаженное, изуродованное лицо, если это существо, это существо, в котором нам уже очень сложно узнать человек, узнать человеческий образ. У Отто Дикса эти коллеги, которые изображены, надо сказать, достаточно при всей гротескности манеры, изображены достаточно реалистически, действительно, такие увечья, которые тогда могли быть, не выглядят, не вызываются, они, конечно, жертвы, но очень сложно испытывать к ним сочувствие. Это жертвы, которые вызывают ужас, это жертвы, которые кажутся гротескными, это существа, которые утратили человеческий образ, это существа, которые стали наполовину автоматами, это существа, которые абсолютно раздроблены, это существа, которые утратили целостность, это существа, которых можно назвать, это человек-калаш, Калаш – это одна из техник, которые появляются в искусстве того времени, появляются в том, где изобретают ее кубисты, используют совершенно по-новому немецкие дадаисты, в круг которых как раз в 1920 году в круг берлинских дадаистов ходил Эдиггс. И те существа, которых он представляет, это человек-коллаж, который абсолютно утратил целостность, который как коллажи Курта Швиттерса состоит уже даже не просто из каких-то запчастей и протезов, а состоит из мусора. И это одни из немногих картин Дикса, которые действительно сделаны в технике коллажа. Это не только живопись, извините за плохое качество фотографий, просто других нету, но посмотрите, как сделаны задние планы этой картины, что такое эта витрина. Это витрина, которая сделана как коллаж, это задний план, который сделан так же, как сделаны коллажи Макса Эрнса того времени. Картина Отто Дикса «Продавец спичек», 1921 год. Прямоугольный холст ориентирован горизонтально. Преобладают серо-голубой и бежевые цвета. Картина выполнена в гротескной манере, объёмы переданы условно, изображение почти плоское, перспектива искажена, черты персонажей гипертрофированы. Перед нами бежевый тротуар. Он тянется из левого нижнего угла в правый верхний угол. Слева от тротуара изображена серая каменная стена дома. На тротуаре, облокотившись о стену, сидит «Продавец спичек». У него короткие кудрявые волосы, выбивающиеся из-под чёрной кепки, глаза, скрытые круглыми чёрными очками. Длинные усы с сединой прикрывают рот, в котором осталось всего два зуба. Продавец одет в чёрную рваную куртку и тёмно-зелёные штаны в чёрную клетку. У продавца нет ног, на их месте у него два деревянных протеза, торчащих из штанин. На коленях у продавца лежит коробка со спичками. Он задрал голову вверх-влево, и за его рта тянутся линии рукописного текста, выполненные белым цветом поверх изображения. Напротив продавца стоит коричневая такса. Она подняла одну ногу, чтобы справить нужду прямо на него. Мимо продавца сноют прохожие, однако всё, что мы видим, — это их ноги. В правом верхнем углу изображены две женские ноги, в белых чулках и чёрных туфлях, скрытые под голубым платьем. Справа от женских ног ступает мужская нога, одетая в коричневый ботинок и бежевые полосатые брюки. В левом нижнем углу изображена мужская нога, прикрытая синей штаниной и обутая в чёрную туфлю с белым носком. И вот это вот абсолютно как бы как сделан вот этот вот ужасный, этот как продавец спичек беспомощный, это тоже не совсем чистая живопись, там тоже есть элементы коллажа. Там есть надпись, которая процарапана мелом по картине, там есть ещё какие-то вот эти детали. И вот такой парад этих самых уродов, в которых война превращает людей. Одна из, как раз, та картина, вот Эдикса, которая была представлена на додоистской ярмарке в Берлине в 21-м году. И работа, которую, вот показываю я её в таком чёрно-белом изображении, потому что эта работа не сохранилась, она не дошла до наших дней. Она была показана не только на берлинской, на додоистской ярмарке в 30-е годы. Она была показана на печально знаменитой выставке дегенеративное искусство, такой антивыставке, которую устраивали фашисты, чтобы доказать, что весь модернизм, заклеймите его, стигматизируйте его этим самым термином, дегенеративное искусство, где произведения художников-модернистов были выставлены вместе с работами пациентов психиатрических клиник. Потому что это сравнение, к которому в своё время прибегали сами художники, которые открывали этот аутсайдер-арт, которые показывали, каким искусство душевнобольных может быть потрясающим, как можно себя соотносить с ним, а не с академической традицией. И это оружие, которое было использовано фашистской пропагандой против самого уже современного искусства. Они себя называли душевнобольными, они действительно душевнобольны. Это была огромная выставка, где эти работы были выставлены вместе, и где работы Дикса были как раз таким примером дегенеративного искусства, потому что он изображает вот это бесконечное уродство человеческого существа. И после выставки эта работа, судя по всему, как и многие другие работы Дикса, была уничтожена. И, во всяком случае, сегодня её местонахождение неизвестно. И вот эти самые изуродованные лица, которые могут быть сделаны почти в технике дадаистского коллажа, которые могут быть на гравюрах и на рисунках, акварелях того времени, сделаны с натуры, как действительно, как анатомический рисунок, как исследование. Рисунок Отто Дикса «Раненый ветеран», 1922 год. Вертикально ориентированный прямоугольный лист. Рисунок выполнен карандашом и акварелью. Цвета пастельные. На белом фоне изображён мужчина по грудь. На нём надета белая пижама в светло-синюю полоску. У мужчины короткие светлые волосы. Левая часть лица абсолютно обычная. Широкая светлая бровь, серый глаз, прямой нос, аккуратно постриженные усы, слегка приоткрытый рот. Правая же часть лица представляет собой кровавую дыру, разрывающую щеку, начиная с правого уголка рта и кончая правой бровью. Правый глаз отсутствует, на его месте тоже дыра. Красная зияющая дыра покрыта жёлтыми язвами. Исследование. Это то, что Дикс отображает с этой самой жадным реализмом, который не делит вещи на красивые и уродливые, но в котором есть потребность запечатлеть и зарисовать всё, что ты видишь, особенно когда это что-то странное, что-то необычное. И так же, как он рисует эти лица, в то же время он делает серию работ, где он представляет человеческие внутренности. Судя по всему, он работал в анатомических театрах или в моргах. Что такое вот это, как распадается человеческое тело, из чего оно состоит. И эти натюрморты из внутренности выглядят едва ли не более гармоничными, не более красивыми, чем, собственно говоря, вот этот человек, ещё не до конца распавшийся на эти самые органы, которые он представляет. А сюжеты, связанные с этим самым распадом человеческого тела, с моргами и анатомическими театрами, это также и сюжеты, связанные с насилием и с убийствами, сюжеты, в том числе, связанные с сексуальным насилием. Поэтому как бы постоянные ключевые истории, которые возникают и от Эдикса, и у Гроца в искусстве того времени, это история убийств на сексуальной почве, история про маньяков, и это вообще один из сюжетов, который был ключевой, который всем нам известный, один из классических сюжетов, культуры про массового, серийных убийств. Это одна из историй, которая была невероятно как бы вновь введена в обороты, не в Вемовской Германии, в Германии послевоенной 20-х годов. Это не только работы Эдикса и Гроца, это, например, фильм Фриц и Ланга «В случае убийства набирайте М», то есть когда складывается вся эта мифология, это еще несколько романов, и, собственно говоря, они возникают не на пустом месте, у них были документальные прототипы, это действительно были серии убийств, которые происходили в то время в Берлине. И одно из исследований, которые показывают, насколько эта волна убийств, эта волна насилия, и тот интерес к этим убийствам, и тот интерес к этим сюжетам, которые возникают в искусстве, насколько он связан с этой травмой Первой мировой войны, что люди, которые приходят, особенно то, что именно связано с сексуальными убийствами, с убийствами на сексуальной почве, что люди, прошедшие войну, испытывающие эту потребность в убийстве, в насилии, переносят эту потребность насилия уже не на солдата воюющей стороны, а на женщину, с которой они сталкиваются в этой послевоенной повседневности. И Дикс, который, как я уже говорила, прошел всю войну, пугал своих друзей, рассказами о том, какое почти эротическое чувство он испытывал, добивая штыкон противников, рукопашный, и вот эта потребность в этом ощущении чудовищном порождает и волну этих самых массовых серийных убийств, и интерес, который к нему, и завороженность этим насилием, который возникает в искусстве. Поэтому и Отто Дикс, один из немногих художников того времени, который этого самого серийного убийцу на сексуальной почве выбирает как фигуру самоидентификации, он рисует автопортрет в виде этого самого серийного убийцы, что там чего не делает Гротц. И завороженность смертью, завороженность вот этими плясками смерти, это действительно один из сюжетов времени, один из сюжетов Дикса, который у него обретает совершенно в некоторых рисунках такое ощущение фантасмагории, когда это не только самоубийцы, но и призраки, которые там возникают, когда все это становится гротеском, все это становится некой игрой иллюзий, то, что вообще является частью немецкого экспрессионизма, если вспомнить не только изобразительное искусство, а с того временем такой уж невероятно мощный кинематограф, который тогда складывается, и какие-то сюжеты, где непонятно, что происходит, то ли это некий цирковой трюк, когда некое представление в кабаре, то ли это некая сюрреалистическая история, тоже у него возникает, когда все это является некой иллюзией, и при этом вот это напоминание о смерти, напоминание о смертности будет присутствовать всегда. Неким как бы макабром будет, с неким макабром связана и та очень необычная репрезентация женского тела и сексуальности, которая появляется в это время в работах Дикса. Дикс рисует проституток и создает такой канон как бы эротики и антиэротики одновременно. Это некое то, как он рисует тела этих женщин, это некая очень сложная, как бы странная смесь отвращения и эротичности, что никакого, что эротичности не существует без отвращения. Да, может быть, что-то какие-то столь же гротескные репрезентации женского тела до этого, может быть, были только у Тулус Латрека, пожалуй, от которого Дикс во многом идет. Но у Дикса это сама эстетика, в которой он рискал, как бы сам язык немножко меняется. Это могут быть вот такие вот совершенно причудливые существа, почти призрачные, почти утрачивающие тело. Это может быть, наоборот, гипертрофированное представление тела. Картина Отто Дикса «Наполовину обнажённая», 1926 год. Вертикально ориентированный прямоугольный холст. Перед нами реалистичный портрет полной обнажённой женщины, изображённой по пояс. Она стоит на фоне тёмно-синей стены. Цвет лица бледный, с синим оттенком. Губы и щёки почти сиреневого цвета. Лицо круглое, с крупным мясистым носом, большими губами. Короткие тёмно-русые волосы закрывают уши. У неё широко раскрытые влажные глаза. Она смотрит прямо на зрителя. Женщина полностью обнажена. Тело имеет отличный от цвета лица желтоватый оттенок. Бросается в глаза очень тонкая талия женщины. У неё очень большая грудь, которую она придерживает снизу правой рукой. Грудь перевешивается через руку. Левую руку она положила себе на правую часть ключицы. Пальцы плотно сжаты, кажется, что она едва касается своего тела. Закрытая поза женщины и холодная цветовая гамма создают ощущение хрупкости и незащищённости, несмотря на грузность фигуры и неправильные черты лица. Которая полуобнажённая женщина, чем она одета? Она одета только макияжем на лице. Той маской, которую она носит. И контраст этого тела, этого накрашенного лица, этого тела, вызывающего отвращение. Тело, в котором всегда есть смертность. Тело, которое всегда есть почти труп, как вот в этой отчаянной совершенно посвящении Франциска Гоя, вот такой вот обнажённой, где любое женское тело, в данном случае уродливое, более красивое тело, которое он представляет, это тело, которое всегда является потенциальным трупом. Это тело, которое всегда, прежде всего, смертное. Графический рисунок Отто Дикса «Обнажённая» для Франциска Гои, 1926 год. Горизонтально ориентированный лист. Перед нами чёрно-белое графическое изображение. По диагонали от левого верхнего угла к правому нижнему расположена обнажённая женская фигура. Она лежит на кровати. У женщины длинные чёрные волосы, улыбающееся лицо, напоминающее череп обтянутой кожей. Тело тощее, с обвисшим животом и очень обвисшими грудями. Левая грудь скатывается по телу и уходит из виду. Правая падает на кровать. Она похожа на мешок. Женщина широко расставила ноги, согнув левую в колени. Она демонстрирует густо заросший чёрными волосами лобок. Левой рукой она держится за левую ногу. Правой рукой, пальцы на которой выглядят как когти птицы, она вцепилась в кровать. На ногах у неё надеты высокие сапоги с завязками. На рисунке мало деталей. Изображение выполнено схематично. Как вот этот самый набросок, мумий, который он делает в катакомбах Палермо, где это там потрясающее, такое жуткое место, где трупы мумифицируются, благодаря там сухому, особенному климату. Это там огромное захоронение массово. Не мощи святых, а вот такое вот целое захоронение вот этих мумифицированных жителей города. И, как я уже говорила, это интерес к смерти, интерес к заворожённой смерти, заворожённой смертностью. И вот такая как бы психоанализом классическим описанная вот эта смесь эроса и тонатос – это действительно то, что было свойственно, то, что витало тогда в воздухе. В частности, Берлин 20-х годов, Германия, это, как мы все знаем, это знаменитое кабаре, которое было достаточно экспериментальным и достаточно рискованным и разрушающим границы общепринятого то есть экспериментальным жанром. И один из самых знаменитых номеров берлинского кабара того времени заключался в том, что обнажённые танцоры иметь и представляли танец трупа оживающего на прозекторском столе. Вот это всё как бы… И самый главный, собственно, звездой этого немецкого кабара Анита Бербер, это Бербер, которая в то время была там больше звездой, чем Марлен Дитрих, это была одна из самых знаменитых див, как бы, Германии того времени. Вот и Дикс, естественно, её рисует, это одна из самых знаменитых его полотен, которая даже в Германии была напечатана на почтовой марке в 90-е годы, то есть вот одна из самых иконических немецких работ 20-го века. А в 20-е годы Дикс занимается как бы… становится вот таким вот портретистом, прежде всего, портретистом светским и богемным. Себя он представляет уже в виде вот такого вот как бы отстранённого Дэнди в этом мире блестящем кабаретной, кабарет джазовой музыки и так далее. И, собственно, персонажа этого мира он начинает рисовать. Это портреты, сделанные на заказ, да, это классический вот такой, как коммерческий портрет, портреты более-менее буржуазной публики, которая всегда была заказчиком портретов, портреты, которые… портреты, которые делались с одобрения и с… по желанию заказчиков, по желанию модели, портреты, которые всегда были… были… у Дикса были остаются на грани карикатуры. Ну, один из первых портретов, который он делает, портрет Ханса, доктора Ханса Коха, который как бы… замечательный портрет доктора, у которого… может быть, не столько гротескный сам по себе, как портрет, сколько представляющий достаточно подчёркнуто жутким образом то, с чем, собственно говоря, этот доктор работает. Картина Отто Дикса «Доктор Ганс Кох», 1921 год. Вертикально ориентированный прямоугольный холст. Перед нами портрет врача. Он стоит в своём кабинете. На заднем плане справа мы видим гинекологическое кресло. Слева – полки с медицинским оборудованием. Врач занимает почти всю левую половину картины. Он повёрнут вправо в полоборота и смотрит перед собой. Он немного полный, кожа его коричневатая. На нём белый халат, рукава которого закатаны по локоть. Под халатом серый жилет, белая рубашка и светло-жёлтый галстук. В левой руке он держит красный жгут, в правый – шприц. У него круглое лицо, маленький полный рот. На губах лёгкая улыбка. У врача широкий прямой нос со слегка задранным кончиком, небольшие глаза за круглыми очками. Брови небольшие, они приподняты, что придаёт лицу добродушное выражение. У него высокий лоб, слегка вьющиеся коричневые волосы. На правой щеке красуется достаточно крупный горизонтальный шрам красного цвета. Работа написана реалистично, однако манера изображения кажется несколько гротескной. Голова доктора кажется слишком круглой и крупной. Перспектива немного искажена, из-за чего расстояние между предметами, их формы и ракурсы кажутся несколько ненатуральными. Что это не респектабельный портрет врача на фоне книжных полок, что это гинекологическое кресло. То есть вся пугающая вещь, которая есть в одной из самых респектабельных профессий врача, здесь совершенно выходит наружу, подчеркивает, подчеркнуто пугает этим всем антуражем, которым он представляет. Это совершенно безобидного и уютного человека, с которым Дикс оставался друзьями всю жизнь, несмотря на то, что жена этого доктора Ханса Коха ушла к Диксу и стала его женой в результате, на что доктор не очень обиделся, потому что у него в это время все равно начинался другой роман, и поэтому вся эта история благополучно все остались друзьями. В общем, это была одна из самых долгих историй дружбы в жизни Дикса. И все портреты, которые он делает, такой классический семейный портрет. Все безупречно. Чуть-чуть смещенные лица, чуть-чуть сделанные гротескными черты лица. В лучшем случае герои Дикса комичные, в лучшем случае они забавные, они гротескные. И интересно то, что, видимо, людям того времени, как бы этим промышленникам, предпринимателям, этим врачам, очень нравился этот психолог знаменитый, который лечил гипнозом, и который предстает здесь в виде такого доктора Мабуза, то есть уже почти зловещего персонажа. Как бы знаменитый коллекционер, директор музея, одного из первых музеев, собиравших современное искусство, арт-дилер, поэт из аристократии, балтийской, художник, еще один художник. Замечательный, легендарный арт-дилер того времени, которое начинало с того, что у нее было кафе-кондитерское, она в этом кафе стала делать выставки художников и подкармливать их, стала одним из первых коллекционеров, меценаткой, как бы ювелир. Интересно, и один из самых знаменитых, тоже таких иконических портретов, вот и Дикса, портрет журналистки, про которые рассказывают, что Дикс увидела эту даму на улице, чуть ли не на улице, и немедленно ей предложила написать ее портрет, потому что сказала, что вы целая эпоха. И она очень удивилась, когда она сказала, что же вы хотите написать, там мои толстые ноги, мои большие ступни, мой длинный нос, мои лишенные блеска глаза, что именно вас интересует? И все это, вот это и есть эпоха. И это такой как бы портрет, который одновременно, можно назвать одновременно и мезогинией, и женоненавистническим, и феминистским, потому что это первый портрет женщины, в которой вы, вот это самостоятельно эмансипированные женщины, которые абсолютно все равно, красиво она или некрасиво. Картина Отто Дикса – портрет журналистки Сильвии фон Харден, 1926 год. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Изображение гротескное, карикатурное. Черты и силуэт журналистки гипертрофированы, преобладают красный и розовый цвета. Перед нами интерьер кафе или бар. Угол помещения с темно-розовыми стенами. В углу сидит женщина. Она сидит на ажурном деревянном стуле напротив круглого белого столика на коричневой ажурной ножке. На столике лежит розовая коробочка с сигаретами и жёлто-зелёный коробок спичек. Рядом стоит прозрачный стеклянный бокал в виде перевёрнутого конуса и наполненный розовой жидкостью. Фигура женщины худая и угловатая. На ней бесформенное платье выше колена в красно-чёрную клетку. Платье имеет длинные рукава и высокую горловину. У женщины чёрные волосы, короткая мужская стрижка с косой чёлкой. Её лицо имеет форму вытянутого треугольника. Цвет лица бледный, с еле заметным синеватым оттенком. Глаза прикрыты тяжёлыми веками. На правый глаз надет монокль с чёрным кольцом. Нос очень длинный, тонкий и прямой. Губы покрыты тёмно-красной помадой, рот приоткрытый и виднеются зубы. Нижняя челюсть выпирает вперёд. Пальцы рук длинные и худые. Левая рука лежит на правом бедре, а правая закинута за спинку стула. В ней дымящаяся сигарета. На среднем пальце этой же руки у неё надето кольцо с синим камнем. На ногах у женщины светлые чуть сползшие чулки. Важен этот внутренний мир, который находит совершенно другой стиль свой. У неё вот все эти там короткое платье, короткая стрижка, сигарета, алкоголь, все эти самые признаки. Эммансипе почти карикатурные, но интересно то, что, скорее всего, именно эта карикатурность заказчиков и персонажей это Дикс устраивало. Что-то такое, что-то в этой эпохе, это как бы в эпохе Веймарской республики, сами, видимо, тут что-то такое было в людях, которое заставляло их не относиться слишком серьезно, к своей идентичности. Это как бы новое направление, к которому относится Дикс в то время, называется новая вещественность. Это некий возврат к фигуративной живописи, но после экспрессионизма и после абстракции. Но и некое сомнение в возможностях этой самой фигуративности, в возможности, собственно говоря, реализма и объективности. И как бы тут одна из характеристик, которые мы этому духу времени, этой новой вещественности давали в то время, в то время, что это движение, что это мироощущение фатализма и цинизма. И вот это самое мироощущение фатализма и цинизма, наверное, заставляло людей предпочитать увидеть себя карикатурными и гротескными, а не уверенными в себе, исполненными собственного достоинства, как это полагается традиционному парадному портрету. Потому что любые эти системы ценностей, в которые ты преуспевающий в рай, знаменитый коллекционер, отец семейства, она настолько сомнительна, что лучше заранее подвергнуть ее и самого себя сомнению в этот момент. Поэтому вот это желание готовности, радость увидеть себя такими, которые испытывали герои, модели заказчики Дикса или модели заказчики Гроца, которые очень похожие портреты в то время рисовали, это очень интересный феномен, который породил вот эти прекрасные работы, работы, в которых Дикт вдохновляется самыми разными примерами. Это, с одной стороны, новая объективность, возврат к фигуративной живописи, возврат как бы к реализму. С другой стороны, это что-то, что идет от наивного искусства, как здесь, что-то, что идет от откровенного китча, который он исследует. Картина Отто Дикса «Прощание с Гамбургом. 1921 год». Вертикально ориентированный прямоугольный холст. Яркие цвета. Изображение выполнено в гротескной манере. Картина состоит из трех отдельных частей. Первая часть квадратной формы расположена сверху. Она самая крупная. Две части внизу представляют собой два вертикально ориентированных прямоугольника, расположенные рядом друг с другом. На верхней части изображен погрудный портрет моряка на фоне морского пейзажа с маяком и уплывающим вдаль большим белым пароходом. На нем надета черная морская форма. На шапке без козырки написано «Гамбург». У моряка худое лицо с крупным носом, выпирающим подбородком и тяжелыми надбровными дугами, мощная жилистая шея. В правом ухе серьга. Он смотрит влево, взгляд расфокусирован, словно он смотрит вдаль. Нижняя часть картины разделена на два вертикальных прямоугольника. Слева — затемненная комната. На переднем плане — моряк с верхнего изображения и девушка с черными волосами в белой ночной рубашке. На нем морская форма. Она сидит у него на коленях, а он держит ее обнаженную правую грудь в своей руке. На части справа изображена часть пирса и желтый песок, на котором лежит куча разнообразных ракушек, кораллы, морской еж, крабы, морские звезды. Песок омывается морем. В центре, поверх всех трех частей картины, словно объединяя их, расположен маленький земной шар, поделенный на меридианы. Из шара торчит шесть флагов. Справа — флаг Франции, Каталонии и флаг Британского флота. Слева американский флаг, флаг Боливии, немецкий флаг. В таком замечательном портрете моряка, с каким-то, видимо, аналогом дембельского альбома, который мог существовать в то время, с открытками, с ракушками, с девушками, с чем угодно. Это вот такая афиша цирковой карлицы, видимо, тоже какой-то слой низовой культуры, культура, которую тогда, наверное, все-таки еще нельзя... Это эротические снимки. Это культура, которую мы сейчас бы назвали массовой, но которая, наверное, все-таки не была массовой. Это то, что называется популярная культура, народная культура, низовая культура, китч, с которым вот этот дикс работает, один из первых начинает работать. И это ощущение, как бы, такой фантасмагоричности и сомнительности вообще любого лица, который неотличим от маски. Но при этом это и обращение вот к этой самой традиции, традициям Северного Возрождения, да, как мы сказали, которые тоже оказываются гротескным, которые тоже оказываются, это тела на грани отвращения, да, это на грани очень перверсивной эротики, которая здесь возникает. Но это то ощущение, это как бы классические сюжеты, это то, какой может быть Мадонна с младенцем, это то, каким оказываются сами эти младенцы. Но при этом это абсолютно не попытка, это такой замечательный портрет его семьи, вот этих самых его родителей, которые сделаны гораздо в большей степени в классической традиции, которая гораздо в большей степени отсылает к старинному искусству, чем к какой-либо там китчу и популярной культуре того времени. Это портреты, которые абсолютно отчетливо стилизованы под Кранаха, да, под Мемлинга, но при этом с этим вопросом, как бы, а что же такое этот Кранаха, этот Мемлинг, настолько ли эти героини этих художников, настолько ли они прекрасны были, да, как они нам представляются сегодня, потому что мы считаем, что это музейное высокое искусство. Знаете, когда вы рассматриваете внимательно, там, не знаю, может быть, не Кранахов, но какие-нибудь более ранние, средневековые или ранние возрожденческие работы, какие там странные лица, какие там немножко, вот эти, почти, почти душевно больные, да, очень, как бы, очень не похожие на наше представление о красоте. Мы все время это, как бы, задним числом списываем, ну, тогда так рисовали, это тогда была такая манера письма. А, и Дикс возвращает нас к тому, а что же, какие же эти, какие же они были, что же это за персонажи, что же, там, эти Кранаховские героини, которые очень недобрые, очень кокетливые, очень страшные, как бы, совершенно не вот эта вот там, возвышенная вечная женственность, да, которую мы хотим видеть в старинном прекрасном искусстве. Они очень, его героини очень действительно, они похожи на Кранах, это также блистательно выписано. Но это вопрос, что мы на самом деле, что мы, что мы на самом деле видим на старинных картинах, почему мы там не видим, что их персонажи так же гротескны, так же причудливы, как те персонажи, которых Дикс рисует совсем тем же блистательным мастерством, да, в котором он научился у старинной живописи. Вот такой, совершенно, бреггельский крестьянин, да, которого он рисует абсолютно из той же картины, которая в наши дни, в его время, во времена Дикса, такой же странной, да, и такой же сказочной, что это не вопрос оптики того или иного времени. Ну и автопортреты, которые опять-таки здесь возникают, это пародия, не пародия, это стилизация на святое семейство. И, может быть, это единственный автопортрет от Дикса, где он представляет себя гротескным, потому что какими бы ни были лестными его портреты, его автопортреты, в общем, он себя над собой, он особенно никогда не издевался. Это самый гротескный его автопортрет. Ну и там следующий такой уже абсолютно святой Христофор, вся эта иконография возвращается. А в конец даже два самых знаменитых и самых масштабных полотна Дикса конца 20-х, начала 30-х годов сделаны в формате отсылающем к старинной живописи. Это формат трептихов, это формат старинной религиозной живописи, которая как бы именно там, в том числе и северного возрождения такая, алтарь. И один из этих трептихов это метрополис, это представление мегаполиса того времени, вот этого завораживающего, отвратительного, опасного, заманчивого, который, если искать ему какие-то аналоги, да, сюжетные, что это может быть, да, сад земных наслаждений босха. Вот, вот что это. Трептих оттодикса метрополис 1927-1928 годы. Картина состоит из трёх прямоугольных холстов. Один широкий посередине и два более узких по бокам. Преобладают оттенки оранжевого и фиолетового. Центральный холст ориентирован горизонтально. Изображён интерьер салона с яркими красными стенами. В центре танцует пара. Мужчина одет в смокинг, женщина в открытое короткое зелёное платье. Слева от них играют музыканты в смокингах. Среди них есть саксофонисты и чернокожий пианист, виднеющийся за крышкой рояля. Справа от пары сидит публика в ярких нарядах. Особенно выделяется женщина, одетая в жёлтое с чёрным платье. Платье короткое, с тонкими лямками, но сзади по полу строится розовый шлейф. На руках у неё огромный веер из розовых перьев. У женщины короткая стрижка, чёрные волосы. Холст слева ориентирован вертикально. Изображена улица. На переднем плане лежит то ли раненый, то ли мёртвый человек. Перед ним стоит человек без ног, опирающийся на деревянные костыли. Справа от них стоит гавкающая собака коричневого цвета. Справа от собаки в один ряд выстроились наряженные дамы. В их одежде, шелках и мехах преобладает оранжевый цвет. На них причудливые разноцветные головные уборы. Женщины смотрят в разные стороны, но только не на лежащего мужчину. Холст справа ориентирован вертикально. Изображена улица. Слева, прямо на зрителя, движется колонна наряженных в маскарадные костюмы людей. Они занимают всю левую половину холста. Правую половину занимает нагромождение архитектурных элементов, похожих на театральные декорации. Изображены здания, ажурные элементы в стиле арнуво, колонны, напротив которых сидит человек без ног. Он сидит между зданиями и людьми. Изображение реалистичное, однако позы несколько театральны. Лица и фигуры танцующих и разряженных персонажей напоминают рекламные изображения 20-30-х годов 20-го века. Изображение же нищих, напротив, гипертрофировано отталкивающее. А который, если искать ему какие-то аналоги, да, сюжетные, что это может быть, до сад земных наслаждений Босха. Вот такое же как бы месиво всевозможность странной жизни, которая там происходит, такой же причудливый, но это, если вы, если вы, я не очень хорошо знаю классическую живопись, но все-таки если вспомнить сад земных наслаждений, как там этот рептик строится, там есть рай, там есть земной мир, и там есть ад. Здесь везде ад. Здесь оба как бы, особенно вот эти боковые панели, где есть ад войны, где есть эти самые, все те же самые коллеги, которые обрамляют вот это вот прекрасное центральное панно, изображающее вот это сад земных наслаждений, да, вот это в виде берлинского кабара того времени. Опять-таки невероятно как бы подробно расписанная живопись с удивительными деталями, которые можно, как любой этот формат, жанр огромного трептика, предполагает, который можно бесконечно рассматривать, находя там все новых и новых персонажей, все новые и новые, очень гротескных, да, очень как бы карикатурных с какими-то там проститутками, трансвеститами, с удивительным коллегой, у которого какими-то совершенно уже почти из фантастики персонажами, с тем же больным, с тем же несчастным коллегой, который практически сливается с мраморными колоннами, около которых он сидит, во всяком случае, или сам этот мрамор выглядит точно так же, с такими же прожилками, как его искалеченное, покрытое шрамами, плоть вот этих обрубков, кульсей, которые точно так же написаны, и отчасти одновременно с этой картиной Дикс создает ряд полотен, которые относятся к такому же старинному, извечному жанру аллегория, аллегория, как она существовала у Дюрера, например, как она существовала в Северной живописи, и пишет ее вот с этим самым жадным реализмом, в котором восхищение вообще видимым миром и возможностью его запечатлеть, преодолевает и соперничает с отвращением. Тоже, извините, сама эти фотографии делала, поэтому они не очень хорошего качества, но надо посмотреть, как выписаны эти ноги и какое-то восхищение и омерзение одновременно, как это сделало. Меланхолия, там все три женщины, все те же, все те же как бы абсолютно классические для средневековой живописи сюжеты, для возрожденческой живописи сюжета, которые возвращаются в современный мир. И другой триптих, не менее значимый триптих, который Дикс делает в это время, это триптих, посвященный войне. Он, как я уже говорил, прошел Первую мировую войну, но возвращаться он стал к военным сюжетам в середине 20-х годов, когда начинала подниматься новая волна патриотизма и милитаризма, и когда не за горами был приход фашистов к власти. Это делается 1932 год, накануне прихода национал-социалистов к власти в Германию. Картина триптих Отто Дикса «Война 1932 год». Несмотря на название, работа состоит из четырех частей. Центрального квадратного холста и двух прямоугольных вертикально ориентированных холстов по бокам. Под центральным холстом расположен четвертый, узкий, вытянутый по горизонтали холст. Изображение реалистичное, но несколько стилизованное. Пейзажи на заднем плане отдаленно напоминают пейзажи эпохи раннего возрождения. Объемы и тени показаны реалистично, но черты лиц, позы и цветовое решение человеческих фигур больше напоминают монументальные скульптуры. На центральном холсте изображена местность после сражения. Все пространство до горизонта занимают серо-желтые руины и обуглившиеся деревья. Они расположены очень скучно. Верхнюю с красными отблесками. Передний план загроможден камнями, фрагментами стены и разорванными телами погибших. Слева из обломков торчит большая искореженная металлическая балка. Она дугой тянется до центра верхнего края картины. На конце балки висит человеческое тело, почти превратившееся в скелет. Слева у основания балки стоит человек в каске и противогазе. Он полностью укутан светло-коричневый плащ. В правом нижнем углу возвышается груда обломков в перемешку с человеческими телами. В этом месиве можно разглядеть отрубленную голову с открытым ртом, торчащие вверх окоченевшие человеческие ноги, покрытые ранами, торчащую серую руку. На холсте слева изображено утопающее в белосинем тумане поле под тяжелыми алыми тучами. На переднем плане спины солдат это конец огромного строя. Вдали виднёются только крошечные чёрные каски. На холсте справа на фоне красного пламени изображены трое солдат. Один из них тащит второго на зрителя, третий ползёт под их ногами. Фигуры первых двух полностью белые, хотя понятно, что их форма должна быть армейского зелёного оттенка. Второй мужчина ранен, его голова перевязана белым бинтом, сквозь который сочится алая кровь. Третий мужчина лежит под вторым, на нём надет противогаз, он протягивает руку вперёд, пытаясь ползти. На нижнем, четвёртом холсте, который находится под центральным, изображён большой деревянный ящик, возможно гроб. Он занимает полностью всё пространство холста. Он нарисован как бы в разрезе, так что зритель смотрит сквозь его боковую стенку. В ящике лежат трое мужчин друг за другом. Их фигуры жёлто-коричневого земляного оттенка. Их позы застывшие, словно окаменевшие. Кажется, будто они похоронены под землёй тех полей сражений, что изображены на верхних холстах. Это ещё один триптих, сделанный отсылающий к наверное Грюновойду. Это триптих, который сделан как триптих с распятием. Поэтому сами эти внизу лежащие мёртвые тела отсылают к тому, как строятся классические триптих с распятием. Но распятия здесь нет. Есть коллективное распятие. Это огромное количество трупов в траншеях. И фигура в противогазе, про которую не вонят живая или вообще утратившее человеческое лицо. Есть разрушенный пейзаж, который выглядит тоже вполне босховским. Это пейзаж босховского ада. Это пейзаж, написанный абсолютно по репортажной достоверности, но при этом написанный в традициях святаринной живописи. И есть еще один вариант автопортрета одного бойца, который спасает и пытается спасти другого с таким лицом. И эти самые внизу лежащие трупы. Целый ряд картин тоже не сохранившиеся траншеи, уличные бои. То, что он пишет в 20-е годы, это все эти работы фландрии, в которые шли бои, которые написаны. абсолютно войну, вот этот триптих огромный он еще пишет, темпер, он еще пишет в той же технике, темпер, по-моему, по дереву, в той же технике, в которой писались средневековые раннеренессансные полотна. И это удивительное обращение к классической традиции, которая тогда возникает. Почему она возникает? Не потому, что 20-е годы, послевоенная эпоха в европейском искусстве идет под такой идеологией возврат к порядку, отказаться от экспериментов авангарда, вернуться к фигуративности, вернуться к такой более классической манере. что происходило с Карло Карро, итальянским футуристом, который возвращается к метафизической живописи, к такому реализму вневременному, о котором мы говорим на одной из первых лекций. Но у Дикса это возвращение к традиции совершенно по-другому устроено. Он возвращается к традиции не потому, что он хочет, потому что в традиции он ищет гармонию и порядок, к которому можно вернуться, он возвращается к традиции, потому что оказывается, что не сейчас вся этот ужас Первой мировой войны, что это угроза фашизма, вся катастрофа, которая происходит в мире, это не какая-то часть современности, это не такой эсхатологии, конец света наступает сейчас, потому что мир абсолютно пришел в упадок, и искусство также пришло в упадок, искусство способно только этот раздробленный мир только это состояние катастрофы передавать, а потому что действительно состоит цинизм и фатализм, потому что так было всегда, потому что классическая живопись, классическое искусство говорит о том же самом неизбывном мужестве, который существует в мире сегодня. Люди с классических полотен не были прекраснее и одухотвореннее, чем наши современники. Первая мировая война не показывает ничего такого, что мы бы не видели на сценах ада, которые писали еще в 15 веке. То есть это просто некая постоянная природа мира и природа человечества, которая возвращается через эту традицию, потому что мир не испортился сейчас и не станет однажды лучше, а он всегда был таким, и искусство всегда было про это, оно всегда было про это отвращение, про эту завороженность этим отвратительным, которое всегда было частью мира, поэтому один из самых ранних циклов, которые Дикс делает про Первую мировую войну, это серия портфолио афортов, которые он делает, вдохновляясь своими зарисовками и фотографиями, это цикл, который абсолютно отчетливо отсылает к ужасам войны Гоя и повторяет многие сюжеты, потому что это тоже некий постоянный сюжет, постоянная константа, которая в искусстве, классическом, неклассическом, в истории человечества присутствует всегда, это то, что самое постоянное, что есть в искусстве, и военные, то, что он делает, военная тема, тоже перерастает в аллегории, где такие семь смертных грехов. Картина Отто Дикса «Семь смертных грехов», 1933 год. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. На заднем плане пейзаж, напоминающий увиденные с высоты вершины заснеженных гор. Над землей простирается серо-голубое небо. На линии горизонта виднеется полоса желтого цвета. На переднем плане справа серая каменная стена. На ее фоне расположилась процессия гротескных существ, представляющих семь смертных грехов. Они идут толпой, парами. Перед всеми в левом нижнем углу идет сгорбленная старуха с длинным носом в грязной рваной одежде коричневого цвета. На спине у старухи сидит маленький человечек, похожий на ребенка. На нем желтая кофточка, голубые штанишки и коричневые сапожки. У него белого цвета прямые растрепанные волосы. При этом у него налитые кровью красные большие глаза, бледное лицо и короткие черные усы с щеточкой, как у Гитлера. Его лицо напоминает маску. Левой рукой он судорожно схватился за грудь, правой опирается о спину старушки. За ними идет человек в черном костюме, на котором нарисован скелет. Голова замотана белой тканью с нарисованными глазницами, носом и зубами, как у черепа. В правой руке он держит косу. Рядом с ним идет черное человекоподобное чудище с рогами быка, покрытое рыжеватой шерстью. У него огромные желтые глаза и открытая пасть с острыми клыками. За скелетом изображена женщина с густыми кудрявыми коричневыми волосами. Она наклонила голову на бок и высунула язык. Она одета в ярко-оранжевый шелковый комбинезон, красные туфли, также на ней шелковая желтая мантия. Правой рукой она сжимает свою оголенную правую грудь. Слева от нее изображена огромная толстая голова с поднятым верхносом. Нос почерневший, лицо покрыто серыми язвами, вместо рта небольшое морщинистое серое отверстие. Из левого уха выглядывает чья-то рука. В правом верхнем углу за всеми изображено существо с огромной бутафорской головой. Глаза белые, страшные, через отверстие на месте рта видно лицо пухлого злого мальчика. Он одет в полосатый желто-зеленый комбинезон. В правой руке он держит крентель. Детская фигурка с маской Гитлера – это зависть и это самый отчетливый грех, который здесь есть, самый маленький и самый отчетливый. Причем Дикс рассказал, что сын ему дорисовал после войны. Потому что в то время было все-таки достаточно страшно с этим играть. Страшно, потому что Дикс лишается любой возможности работы. он преподавал в Трэзенской академии, откуда и как только фашисты приходят к власти его выгоняют. Он не может преподавать, его работы естественно не выставляются и не покупаются. Он не может уехать, потому что он не может вывести свои работы. И он уходит в такую абсолютную внутреннюю эмиграцию. Он живет на границе с Швейцарией, на берегу озера, чтобы в случае чего все-таки можно было туда перебежать. И рисует вот это вневременное искусство в духе старых мастеров. Но при этом триум смерти, потому что искусство в духе старых мастеров это то, что всегда актуально. Сюжеты те же. И рисует такой абсолютный... И при этом эта традиция уже не только прекрасно дает абсолютный китч, с которым он работает. Китч добровольный, китч карикатурный. А вот как выглядит прекрасное в традициях старых мастеров. Прекрасное становится самым карикатурным, каким может быть. Это портреты его детей. Это не заказные работы. Это невозможность жить. Даже самое умилительное, что можно написать, портрет собственного ребенка. Всегда будет карикатурой и китчем в этом мире. И пишет вот такие пейзажи, просто чтобы что-то делать. Такие в стиле как Давида Фредриха, в стиле Брейкеля, конечно, абсолютно стилизаторские. В конце Второй мировой войны его уже немолодого человека, тем не менее, призывают в ополчение. И в самом конце Второй мировой войны он попадает в плен во Франции. И в этом лагере, где для военных пленных, где он сидит, его узнают. Начальник этого лагеря знает, что это художник Уотто Дикса, что Уотто Дикс знаменитый художник. И ему предлагают написать для часовни в этом городке, в этом лагере написать образ. Он рисует еще один трептих. К сожалению, у меня нет хорошего качества репродукции нигде. Это не самое знаменитое произведение Дикса. Но это почти подделка старинного полотна по манере с очень интересными деталями, с этими наручниками и с колючей проволокой, которая на заднем плане, над спиной Мадонны, которую можно различить, и с таким разбомбленным, вполне современным пейзажем. После войны Дикс не очень понимает, где ему оставаться, потому что все его профессиональные контакты в Германии, которая стала ГДР, дом у него в Германии, которая стала ФРГ, и, собственно говоря, никто и не в другой Германии никому как художник не нужен, потому что ФРГ всеми силами вообще хочет забыть всю эту немецкую традицию, и там абстракция, вернуться прийти к абстракции обратно, сделать, стать частью того мирового контекста, который является контекстом американского искусства, ну а в ГДР, естественно, соцреализм, в который он тоже не попадает. и то, что он пишет после войны, у него действительно абсолютно возвращается к экспрессионизму такому до Первой мировой войны, но экспрессионизму в общем очень ходульному, потому что и представление о живописи старых мастеров, которое всегда актуально, потому что мир настолько чудовищен, что его чудовищность настолько неизменна, что именно в этом старинной оптике его нужно писать, уходит, потому что невозможно видимо столько в этом состоянии фатализма жить, и новый язык не обнаруживается, он пытается писать религиозные сюжеты, он пытается писать, даже у него были какие-то попытки писать там рабочих, которые тем не менее ни на одну из ГДРовских выставок не взяли, его странным образом забывают, а вы самых знаменитых художников, в общем как-то как бы абстракцию он не признает, потому что он говорит, что это вообще не про это вообще орнамент, это искусство, которое не несет никакого месседжа, никакого высказывания, для него единственное искусство, которое несет высказывание, которое несет месседж, он рисует только людей, он может рисовать только людей, и все это оказывается невостребовано, поэтому единственное, что ему остается, это делать вот такое религиозное искусство и возвращаться к в общем уже к пародии, почти что к пародии на язык модернизма и на язык экспрессионизма, каким он складывается в историческом авангарде. Это одна из его последних работ.